В прошлом ролике мы поговорили о Алисе и наконец разобрались, что под маской лисы точно не Полина. И то, что нашего Антошку не только интересуют ровесницы, но и Милфы. Сегодня же мы поговорим о ключевом персонаже новеллы. Если бы не было его, то новелла была бы не такой загадочной и интересной в плане теорий, как по мне. Как многие, наверное, догадались, речь пойдет о хозяйстве леса. Мы рассуждаем о расовой принадлежности этого персонажа, также предположим, кто же это может быть. И прежде чем мы начнем, у меня очень важное сообщение для всех братюни и сестрюни, кто меня смотрит. Я понимаю, что все эти новости, которые выходят чуть ли не каждые 10 минут, очень дезморалят, сбивают с толку. Многие думают, что ютуб вот-вот сблокируют и вообще будем мы ездить на лошадях и вернемся на огороды. Но личная просьба от себя, прекратить паниковать. Если даже ютуб заблокируют, то есть VPN. Если VPN будет не работать, то есть китайские и русские аналоги видеохостингов и стримхостингов. Поэтому, если говорить про площадку для роликов, к которой вы привыкли, то поверьте мне, даже если ютуб отключат, в чем я очень сильно сомневаюсь, то аналог найдется крайне быстро. Но на всякий уж случай, не забудь ДГ подписаться и Дискорд, а то мало ли хрен его знает. Ну а у микрофона тот пингвин, не забудь подписаться и досмотреть ролик до конца. Погнали! Начнем с того, что мы знаем о хозяине леса. А ни хрена мы о нем не знаем, есть лишь масса предположений и немножечко фактов. Даже на сайте, если нажать на хозяина леса, то мы увидим информация удалена. Поэтому начну с известных фактов, хоть их и не так много. Хозяин леса это таинственное существо, которое может изменить свои размеры, может быть размером с человека, может быть размером с крупную ель. Мохнатый и воняет мочой. Также хозяин леса имеет голову козла, нечеловеческий голос, режущий по ушам, как наждачка, и большой запас конфет с игрушками. Кстати, предполагая, что конфеты он делает из пойманных детей, в игре нам на это намекают, когда хозяин леса закидывает Антона конфетами и игрушками, среди которых, кстати говоря, был автомат Вовы. А также, когда Антон пробует так называемые конфеты, он начинает себя чувствовать гораздо лучше, даже зрение его становится четче. Думаю, это прямой намек на то, что конфеты это метафора человеческого мяса, как это было в рассказе. Не буду спойлерить, а рассказ уверен на шлисте, кто его еще не читали. Вернемся к хозяину леса. Тоже скрывается за обличием главного антагониста новеллы. Попробую разобрать самые явные предположения. Хозяин леса это отец Антона. Такое вполне могло бы быть, даже я это предполагал в одной из своих теорий. Пати все время нет дома. Он появляется в тот самый момент, когда Антон видится с хозяином леса в лесу, а также, когда едет домой, проезжает тот злосчастный гараж. Казалось бы, слишком много улик против отца Антошки. Но у этой теории есть одно но, которое перечеркивает всю смысловую нагрузку и лишает смысла даже разбирать этот вариант развития. Это то, что отец Антона жил в своей семье в городе, и он явно не мог быть хозяином леса. Хоть и Карина, мама Антона, когда еще была молодая и жила в этой деревне, батя, насколько мне помнится, тут не было, и познакомились они уже в городе. Поэтому батю предлагаю вычеркнуть из подозреваемых. Далее зайча губа. Он все время следит за Антоном, а также авторы явно скрывают нам этого персонажа, ведь прошло уже три из пяти эпизодов, а о нем известно столько же, сколько и отца Антона. Поэтому и предполагаю, что он играет важную роль в цепи между Антоном и хозяином леса, но точно не в роли главного антагониста. Он же больше похож на того, кто должен что-то рассказать, а быть может даже помочь главному герою, если, конечно, это не один из братков с города, которые приехали по батину душу. Ну и переходим к самому сладкому. На мой взгляд, это самое логичное предположение, что хозяин леса — это обычный леший. Ведь в описании данного персонажа крайне подходит под нашего человекообразного козла. Посмотрите сами. Леший — это дух хозяина леса в мифологии восточных славян. Там его тоже описывали как существо, которое может менять свои размеры и формы. Менял он это все в зависимости от окружающей его растительности и среды обитания. В лесу он может достигать высоты самых высоких деревьев, а в полях может становиться вровень с травой. Данную способность мы можем проследить и у хозяина леса в нашей новелле. Играя на поляне, козел был одного роста с остальными зверьками. Но когда же хозяин леса встречается с Антоном, лично он становится размером с крупную ель. Также, согласно мифологическим рассказам, проявления лешего шумные и разнообразные. Цвист, хохот, пение, голос любых животных, завывание ветра, гул — всем этим леший пытается выразить превосходство над человеком, пытаясь его запугать и тем самым сбить с толку, а впоследствии с пути, чтобы человек потерялся в лесу, а леший его настиг. Как известно из репортажа, предвестником появления хозяина леса тоже выступает вой вдалеке, порог, истоптанный звериными следами, и карауляющий за окном птицы, что явно показывает, что леший в нашей новелле очень похож не только внешне, но и по повадкам на лешего из мифологических рассказов. Ну, вроде разобрались, хозяин леса леший, но тут есть один факт, который не дает мне покоя. У хозяина леса явно человеческие руки. Приглядитесь сами. Поэтому думаю, что хозяина леса мы еще не видели в человеческом обличье и увидим в следующем эпизоде, если человеческое обличье вообще имеется. Ведь следующий эпизод называется «Бей копытом Ози», что как бы намекает на более близкое знакомство с нашим козлообразным другом. Ну, а если ты досмотрел этот ролик до конца, то обязательно поставь лайк и подпишись на канал, если ты этого еще не сделал, а также подпишись на мой дискорд, чтобы не потеряться в случае блокировок. У микрофона был, как всегда, тот пингвин. Всем ужасных снов.